Но, прежде всего, места Писания, в которых говорится об этом празднике. Левит 23. С 34 по 44 стихи. По 43 стихи. И, если вы заметили, то все праздники, о которых мы говорили, они перечислены в Левите 23 главе. И, если вы захотите как-нибудь просмотреть праздники, то знайте, что они все написаны в 23 главе книги Левит. И здесь вы можете найти все подробности. Также этот праздник упоминается в книге Чисел. Числа, 29 глава, с 12 по 39 стихи. Праздник, ну, это время праздновать и радоваться. И это был самый радостный праздник. И этот праздник упоминается в Писании чаще, чем любой другой праздник. Это последний праздник в году, и он наступает как раз в конце сезона жатвы. То есть, у них было два источника радости. Во-первых, когда-то они были в пустыне, но теперь они уже не там. И вторая радость – это было завершение жатвы. И это всегда ободряет, когда ты знаешь, что у тебя достаточно пищи, и ее хватит до следующего урожая. Этот праздник наступает через пять дней после праздника Йом-Кипур. И он длится семь дней. Также этот праздник известен как праздник пилигримов или странников. И было три праздника, на которых требовалось, чтобы все мужчины приходили в Иерусалим на эти праздники. То есть, вот этот праздник, праздник Ущи, праздник Опресноков, и праздник Пятидесятницы. Когда отмечался этот праздник в храме Соломона, когда храм Соломона был посвящен, то сошла Божья слава, Шехина. И его слава зажгла огонь на жертвеннике. И этот праздник всегда наступал в то время, когда Израилю нужен был дождь. И как часть празднования они молились о дожде. В одни существования храма люди стекались в Иерусалим и старались поставить себе кущи где-то поближе к храму. И начало праздника объявлялось звуком шофара. И из купальни Силуам приносили кувшин воды, вносили эту воду в храм и изливали пред Господом. И на этот праздник брали пальмовые ветки и махали этими ветками и цитировали Псалом 117. Сегодня храма нет. И чтобы сохранить эту древнюю храмовую традицию, люди в синагогах, они обводят как бы такой круг вокруг синагоги и поют 117 Псалом. И праздник кущей был напрямую связан с праздником Йом-Кипур, который праздновался на пять дней раньше. Они брали оливковые ветви и били эти ветви до тех пор, пока листья не обсыпались. И когда листья обсыпались, то это символизировало удаление их грехов. То есть это та тема, которая все время повторяется в Писании. Мы согрешили, и мы нуждаемся в прощении грехов, в том, чтобы наши грехи были удалены от нас. И на этот праздник можно посмотреть с трех сторон. Во-первых, это изначальный праздник, который Бог повелел Моисею праздновать в книге Левит. В одни существования храма все эти праздники отмечались в Иерусалиме. Но одновременно с этим у каждого праздника есть свое осуществление в будущем. На этом я остановлюсь и кое-что добавлю. Я верующий уже давно. И я многократно прочитал Библию. Но что-то ты не понимаешь вначале. Но потом, когда ты пропитываешься Словом Божьим, ты начинаешь видеть и лучше понимать то, что находится в Писании. И прежде всего, что ты видишь в Писании, это то, что Бог верен. Он не изменяется. Он такой же вчера, сегодня и вовеки. И когда Он сказал Моисею отмечать эти праздники, то это было дано не просто на какое-то время. То есть, эти праздники имели будущее воплощение. И я думаю, что мы еще не знаем всего того, что касается этих праздников, когда мы будем праздновать их в Тысячелетнем Царстве и на небе. И пока мы об этом размышляем, еще одна черта Бога, я знаю, что вы это уже знаете, но я все равно скажу. Бог заключает заветы. Соглашения между Ним и Его народом. И когда Бог заключает завет, то Он навеки. Это не что-то временное. Вот почему Господь сказал нам, что если мы заключаем завет, то мы никогда не должны его нарушать. Например, завет брака. Много лет назад я женился на своей жене. На церемонию ушло где-то 15 минут. И на этой церемонии я дал обещание, что я буду любить и лелеять ее до конца дней. И Бог говорит нам, чтобы мы заключали супружеский или брачный завет точно так же, как Он заключил завет с Авраамом. Бог намеревался в один день нарушить завет с Авраамом? Нет, Он никогда его не нарушит. И вот что настолько замечательно о Боге. На Бога можно положиться. Богу можно довериться. Мы с Вами люди, и иногда мы даем какие-то обещания, и потом их нарушаем. Я пообещал Диме, что я встречусь с ним завтра после обеда в каком-то кафе, и мы будем пить чай. Потом я был занят, я забыл об этом и не пришел. Ну, это небольшой завет, но я его нарушил. Бог хочет, чтобы мы заключали заветы и исполняли их, хранили их. Ну, это то, что было, так сказать, в дополнении. Это конец. Теперь мы возвращаемся к празднику Кущей. Библия часто говорит о последнем суде, как о жатве. Это в Хосея 6.11, Иоиль 3.13, И Откровение 14.15. Наступит день, когда все будут собраны вместе. Так же, как в праздник Кущей народ собирался вместе, так же и Бог соберет Свой народ вместе, и это будет жатва. И точно так же, как во время жатвы сжигают солому, Бог так же поступит с нечестивыми. Так что, этот праздник, он связан как с прошлым, так и с будущим. Когда Иешуа установит Тысячелетнее Царство, Он соберет вокруг Себя остаток Израиля. Иосия описывает это, как сбор урожая маслин, оливков. Это Иосия 27, verses 12 и 13. Иосия или Хосея? Иосия. Извините, это Исайя 12. Да. И мы будем читать Захария. Захария, 14 глава, 16 и 17 стихи. Дима, будь ты это читать? Захария, 14, verses 16 и 17. Захария, 14 глава, 16 и 17 стихи. Не, 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 14 глава, 16 и 17 стихи. Захария, 14 глава, 16 глава, 16 глава, 16 глава, 16 глава, 16 глава, 16 глава, 17 глава, 16 глава, 16 глава, 16 глава, 16 глава, 17 глава, 16 глава, 17 глава, 17 глава, 16 глава, 17 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 глава 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 18 глава 17 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 И в этих стихах говорится, что не только Израиль будет собран возле Господа, как жатва, но также и язычники будут приходить к Ним. Праведные язычники будут собраны к Нему. Фарисеи и саддукии во дни Иешуа полностью упустили это понятие. Они отказались увидеть то, что Бог любит Израиль, но также Он любит и язычников. И здесь сказано, что те, кто не придут на поклонение Господу в Иерусалим, у них не будет дождя. Это во время тысячелетнего царства. Тысяча лет. Вот подумайте о мировой системе, которая есть сейчас. То есть на данный момент, где у нас находятся мировые центры? Ну, наверное, можно назвать десять городов с большим населением, с большим бизнесом. Ну, такие мировые центры. Но во время тысячелетнего царства, Иерусалим будет главным городом. И здесь мы видим, что Бог хочет жить со Своим народом. То есть идея кущи или скинии в том, чтобы жить с кем-то. И Бог будет жить со Своим народом. Может быть, вы об этом никогда не думали, но когда мы приняли Иешуа как Своего Спасителя, Дух Святой пришел, чтобы жить в нас. Так что праздник кущей происходит в нас каждый день. Потому что Бог живет в нас. Давайте рассмотрим еще одно местописание. Иезекииль, 37 глава, 27-28 стихи. Кто нашел, можете прочитать. Бог говорит через Иезекииля. И Он говорит, что Мое жилище или Моя скиния будет среди них. Я буду их Бог, а они будут Моим народом. Это очень простые слова. Мы можем их быстро прочитать. Но я хочу, чтобы мы увидели их истинное значение. Как я сказал в начале, в первый день. Богу мы не нужны. Он совершенен сам в себе. И по какой-то непонятной нам причине, Он принял решение любить нас. И Он захотел, чтобы мы были Его народом. Подумайте об этих словах. Я буду жить с Ним. Я буду жить с Ними. Я буду их Богом. А они будут Моим народом. И в 28 стихе Он говорит что-то интересное. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиль. Подумайте об этом. Почему Бог хочет это сделать? Почему Он хочет, чтобы все народы земные, смотря на Израиль, говорили, это народ Божий? Бог хочет продемонстрировать, что Он Бог. Бог хочет продемонстрировать, что Он Бог. И что Он может делать все. И вот на сегодняшний день, 2011 год, Израиль, является ли он знаменитым местом? В каком-то смысле этого слова, это место знаменитое, а в каком-то смысле нет. Знаете, есть люди, которые вообще ненавидят Израиль. Но наступит день, когда Бог все это изменит. И все увидят, что Бог любит Израиль, и тоже будут любить Израиль. Так что грядет замечательный день. Знаете, я уже устал смотреть по новостям, когда говорят о каких-то новых проблемах, которые возникают в Израильской земле. Когда террористы запускают ракеты в Израиль и убивают там людей. И с точки зрения тех людей, они хотят полностью уничтожить Израиль, стереть его с лица земли. И когда я смотрю такие истории в новостях, то я думаю, да, сейчас вы можете это делать, но наступит день, когда все будет по-другому. И это замечательный день, я с нетерпением его ожидаю. Еще, что касается этого дня в будущем, это то, что слава Божья, Шехина, снова будет видна в Израиле. Давайте откроем Исаию, 60 главу. С 18 по 20 стихи. Исаия, 60 глава, с 18 по 20 стихи. 20 стихи. Сейчас в земле Израиля есть насилие. Враги Израиля атакуют Израиль, они хотят разрушать и уничтожать. Но наступит день, когда насилия больше не будет. Слава Богу! Это будет замечательный день. И врата Иерусалима будут названы спасением и стены его хвалою. И не нужно будет ни солнца, ни луны, потому что Господь будет их вечным светом. И на тот момент слава Божья Шехина будет светом для мира. Знаете, мы привыкли к циклу дня и ночи. То есть вечером солнце садится, утром солнце подымается. А в тот день не будет захода солнца. Свет будет постоянно. То есть все будет совсем по-другому, не так, как мы знаем это сегодня. В тот день, когда был посвящен храм Соломона, слава Божья Шехина сошла в храм. И священники, которые там находились, упали на землю. Потому что сила Божья была настолько сильна. И Бог сделает это снова, но тогда уже не нужно будет падать на землю, потому что тогда мы сможем стоять в присутствии Господнем. Вначале я задал такой вопрос. Зачем Богу напоминать нам о том времени, когда люди жили в пустыне во временных убежищах? Во-первых, во-первых, я думаю, что Бог хочет, чтобы мы понимали, что эта жизнь, она временная, а вечность, она вечная. Как сказано в книге Псалмов, научи нас считать наши дни. Может быть, 70 лет. При большей крепости может быть 80 лет. Большая часть людей живет этот промежуток времени, потом умирает и идет либо на небо, либо в ад. И я думаю, что одна из целей праздника Кущей напоминать нам о кратковременности или краткосрочности нашей жизни. Потому что мы не знаем, может быть, это наш последний день на земле. Наступит такой день, который станет для нас последним днем на земле. Так что наша жизнь, она очень временная, и мы должны пользоваться тем, что Бог дает нам. И еще одна вещь, Бог хочет нас, это номер два. Он радует в слышать нас и видеть нас и праздновать этот день и то, что Он сделал для нас. И номер три. Бог хочет, чтобы мы научились доверять Ему в том, что нам нужно. Если Он смог сделать это тогда, то Он может сделать это и сейчас. Знаете, это человеческая природа, когда мы хотим построить что-то красивое. И вы видите некоторые церкви, насколько красиво построены их здания, ну, как бы, чтобы отражать славу Божью. Но в праздник кущей ты строишь такой шалаш из веток и листьев. И смысл в том, чтобы поклоняться Богу в сердце, а не каким-то красивым зданием. И Бога больше интересует то, чтобы мы любили Его в сердце. И Бог не заинтересован в красивых зданиях. Как Иешуа сказал женщине-самарянке в Иоанна 4 главе, что Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. И это последний праздник, о котором мы будем говорить. На следующем уроке, когда я буду преподавать, я хочу пройти все праздники, которые мы рассмотрели. Я хочу рассмотреть их немножко в другом свете. и прочитать некоторые места писания.